Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Челны ТВ в студии Елена Камалова и коротко о главном. В набережной Челны идет новая волна подорожания продуктов. Как изменились цены на овощи, узнала изеля Шаймухаметова. Улучшение условий для получения образования в Тукаевском районе. Почти 500 учеников будут учиться в лучших условиях. Подробности смотрите в сюжете Розелиев и Хрудиновой. С заботой о каждом в одном из торговых центров города открыли молельную комнату для мусульман. Подробнее об этом в материале Ливии Гатиной. Это не профессия, а образ жизни. В набережных Челнах прошел финал городского конкурса «Педагог-психолог-2023». Подробнее в материале Христины Балабановой. В набережных Челнах подорожали овощи, это отмечают покупатели. Впрочем, наблюдение горожан имеет и подтверждение. Так, по данным Татарстан-Стата, огурцы выросли в цене на 6%. Репчатый лук почти на 5%, а замыкает тройку антилидеров морковь. Ее стоимость увеличилась на 4,5%. Во сколько же обходятся продукты первой необходимости, сегодня узнала Айзеляша и Мухаметова. По информации Татарстан-Стата, за последнюю неделю января снизили цены на некоторые продовольственные товары. Это помидоры, куриные яйца и вареная колбаса. Однако стоимость огурцов, лука и моркови заметно повысилась. Огурцы на вес золота, говорит и пенсионер Юрий Лапитов. Их цена подскочила до 214 рублей за килограмм. Да и другие фрукты и овощи тоже дорожают. Это бьет по карманам челнинцев, особенно пенсионеров. Поэтому им приходится искать более дешевые продукты или же ждать акции скидок. Ну, лук пойдет, морковь нормально, картошка тоже нормально. По ценам, я имею в виду, даже по осеннему я сравнил. Ну, огурцы дорогие, помидоры дорогие. Да, некоторые подорожали. Ну, опять вот лук 44, у меня скидка 25%, естественно, у меня выгодная. Или, например, виноград у меня 35%, там опять выгодная. Ну, вот с учетом, так я пенсионерка, поэтому выбираю, где дешевле. Но некоторые челнинцы отмечают цены приемлемые. Ну, овощи, в принципе, нормально. Нормально, хорошо, доступные цены. Мне кажется, на овощи выросли, на фрукты после Нового года стали цены дороже. Ну, сейчас я вот смотрю, а огурцы уже вроде вниз пошла цена. По подсчетам специалистов, на полпроцента выросли цены и на ряд других товаров, таких как детские фруктово-ягодные консервы, бананы, сосиски и сардельки, картофель и сметану. Азеляшей Мухаммедова, Ленар Султанов, Кирилл Хабзей, Новости Ченой ТВ. Госавтоинспекция Челнов планирует изменить режим работы светофоров на особо опасных участках дорог. Тему снижения аварийности в городе обсудили на заседании комиссии по безопасности дорожного движения. В 2022 году в набережных Челнов произошло 447 ДТП с пострадавшими, при которых погибли 10 человек и 571 получили ранения различной степени тяжести. По сравнению с предыдущим годом количество аварий снизилось на 6,5%, а количество погибших на дорогах города уменьшилось на 23. Но данные статистики не повод расслабиться, говорят в ГИБДД, ведь в Челнах по-прежнему остаются места концентрации ДТП, а их в городе 12. Необходимо отметить, что некоторые участки дорог из года в год остаются местами концентрации ДТП. Перекрестки Набереж-Челинский-Нариманово, Мироавтозаводский, Московский-Автозаводский. На указанных перекрестках имеются все необходимые технические средства организации дорожного движения, в том числе автоматические приборы фото в виде вексации. Именно на последних двух перекрестках служба госавтоинспекции предлагает изменить режим работы светофоров, а именно демонтировать секции «Правый поворот». Также на комиссии не оставили без внимания и перевозчиков. Так, по статистике, за 2022 год на дорогах с участием автобусов произошло 13 аварий, в которых пострадало 24 человека. В 2021 году подобных аварий было 17. Генеральный директор ООО «Пассажирские перевозки» обратился к мэру города с просьбой разобраться с состоянием дорог возле остановок города. Особенно хотелось бы подчеркнуть остановку «Вторая поликлиника» в сторону автостанции. Эту остановку превратили в мини-автостанцию. Там загрузятся таксисты в город Елабово пассажирами. Там стоят автобусы большой вместимости для загрузки пассажиров в город Казань. Наил Магдеев поручил навести порядок и проработать проблему совместно с госавтоинспекцией. Возможно, в дальнейшем там установят соответствующий дорожный знак. Лилия Агатина, Кирилл Хабзей, Новости, Челны ТВ. Грязная зима не дает покоя Челнин, сама не продолжает возмущаться из-за обилия противогололедных средств на дорогах и тротуарах. Во время комиссии по безопасности дорожного движения эту тему также не обошли стороной. Вместо белого снега черной возмущаются пешеходы и автолюбители. По их словам, реагенты разъедают подошву обуви, приводят к коррозии автомобиля. Да и в целом создают немало неудобств. Постоянная грязь, постоянные реагенты все равно это не в плюс для запасных частей, для ходовой части. Грязного снега действительно было много. Мне кажется, это как раз-таки реагенты сыпят, поэтому так. А так, в принципе, ну а что поделать? Если не сыпать ничего, то все будут падать. Мы дышим этим. Это же экология портится. Во-первых, после куда-то снег вывозят, там, во-первых, загрязняет это все. Когда жижа, да что вот с солью или с чем-то, конечно, плохо для обуви. Она портится, подошва и кожа. Тему не обошли стороной во время комиссии по безопасности дорожного движения. Как отметил главный автоинспектор Челнов, хоть жалоб на использование реагентов было много, но всплеска аварийности зимой не наблюдалось. Хотя и по другим показателям все улучшается. Наблюдается значительность снижения количества ДТП с участием несовершеннолетних. Уверен, что общими усилиями эту положительную динамику в этом году нам удастся сохранить и достичь целевого показателя национального проекта безопасной и качественной дороги. Представители предприятий автодорог отметили. Они обслуживают около 900 километров дорог. Зимой они обрабатывались жидким реагентом. На тротуары, остановочные карманы разворота и перекрестки применено 2000 тонн соляной смеси. Но сейчас противокололетные средства не используются. А в основном задействован ручной труд. Альмира Гайниудинова, Ленар Султанов, Новости, Челны ТВ. Если вы стали свидетелями какого-либо происшествия, или у вас есть проблема, обращайтесь на горячую линию Челны ТВ. К другим темам прокуратура завершила проверку по факту нападения бродячей собаки на шестиклассника. Напомню, инцидент произошел 23 января на территории школы номер 3. 12-летний мальчик подошел к двум собакам, которые лежали под деревьями у ограждения образовательного учреждения. Ребенок хотел погладить одного из псов, но тот укусил его в область шеи. Надзорное ведомство организовало проверку. На момент окончания учебного процесса бездомные собаки находились на территории школы. Следовательно, безопасность детей на территории школы в полной мере не была обеспечена. Сопровождение детей с территории школы при наличии бездомных собак не было организовано. В адрес директора школы внесено представление об устранении нарушений. Как нам сообщили в администрации Комсомольского района, собаки, которые находились на территории образовательного учреждения, пойманы. Они помещены в приют. В течение нескольких недель за ними будут наблюдать. Если они не агрессивны, то их вновь выпустят на волю. А сейчас впереди короткая реклама, не переключайтесь. Вы смотрите новости. Мы продолжаем. Комфортные условия обучения получили ученики Тукаевского района. В школе поселка Князева провели капитальный ремонт. Обновили стены, потолки, полы и даже мебель. Подробнее далее. Школа в селе Князево Тукаевского района снова открывает свои двери. Здесь теперь все новое. По программе капитального ремонта заменили двери и окна, обновили мебель, а также произвели покраску стен. В коридорах постелили кафель. Не в каждой городской школе есть кабинет робототехники. В селе Князево ученики получили комфортные условия. Мнением о капитальном ремонте поделились и учителя данной школы. Очень хорошие условия. Сами видите, в классе уютно, тепло, чисто. Детям тоже нравится. Пользуясь случаем, обсудили и актуальные вопросы обучения. Министр образования и науки Ильсур Хадиулин пообщался с преподавателями на важные темы. Я не выбираю свой родной русский язык? Татар, татарский? Или есть татары, которые выбирают? Есть русские, которые изучают татарский язык. Вы никого не заставляете? Нет, у нас есть татарские группы. Есть для русскоязычных, есть татарский язык для татар. У вас заслуженные есть шумы? Это стабильный вид. Почетные гости также посетили местный музей, расположенный в стенах школы. Множество интересных экспонатов увидела и наша съемочная группа. К примеру, были представлены предметы быта прошлого века, военные атрибуты с поля боя и даже кости мамонта. Здесь все основные размеры для ухвата для Челнки. Все жители надеются, что новые условия школы станут хорошим витком для новых результатов. И учиться здесь будет только в удовольствие. Розли Афа Хрудзинова, Ленар Султанов, Новости Челны ТВ. В Челнах выбрали лучших педагогов. В гимназии номер 14 подвели итоги городского конкурса «Педагог-психолог-2023». В муниципальном этапе конкурса участникам предстояло подготовить визитную карточку, а также ответить на вопросы жюри. Кто стал победителем, об этом расскажет Христина Балабанова. Только вперед! Наша Юля горы свернет! А с такой поддержкой можно и горы свернуть. Участие в конкурсе «Педагог-психолог-2023» Юлия Васильева принимает впервые. Свою деятельность считает не работой, а призванием. С детьми мне работать достаточно просто, потому что я их люблю, я их знаю, я сама мама многодетная, поэтому с огромным удовольствием я выполняю свои профессиональные обязанности. Конкурсу «Педагог-психолог» уже более 10 лет. В текущем году из 35 участников средишкольных и дошкольных учреждений финал смогли пройти только 6 педагогов. Профессия психолога интересна, многогранна. Говорят, что работа психолога – это работа спасателя. Мы помогаем детям, тем, кто к нам обратился, всегда открыты, готовы помочь. В финале конкурса участники подготовили видеовизитку, где нужно было не только рассказать о себе и своей деятельности, но и продемонстрировать свои профессиональные качества. Очень понравился уровень профессионального мастерства участников этого года. Молодые, интересные, перспективные педагоги, которые четко понимают, что они делают и для чего они делают. Победу в конкурсе одержала Альбина Тухватова, педагог-психолог Набежна Челнинской, начальная школа «Детский сад» номер 89. Теперь ей предстоит побороться за звание лучшего в республиканском этапе конкурса. Христина Балабанова, Кирилл Хабзей, Новости, Челна ТВ. Ветеранам войн особое внимание. Так, в квартире участника боевых действий Афганистана проводится ремонт. Такую помощь решили оказать депутат Горсовета Равиль Минигалиев и представители администрации Комсомольского района. Подробности у моей коллеги Эльмиры Гайнудиновой. Пока ветеран боевых действий Афганистана проходит лечение в стационаре, в его квартире проводится ремонт. Здесь буквально обновят все от пола до потолка. Участника боевых действий Афганистана, 58-летнего Рафиса Сахипова, называют просто «абы». Ветеран живет один. Поэтому депутат Горсовета Равиль Минигалиев решил ему помочь. Он нанял рабочих, которые обновляют квартиру мужчины. Провели уже электрику, полностью поменяли, так как старая электрика уже обетшала, и использовать ее уже было очень опасно. Провели отделочные работы, осталось поклеить обои, стены все выровнены, положили линолеум на пол. В санузле прокладывают сейчас капельную плитку, ложат. Кроме того, в квартире обновят и мебель. Как отметили волонтеры, она также непригодна. Так, окна уже заменили. Скоро привезут диван. Рафис Сахипов не единственный, кому оказывается помощь. В Комсомольском районе живут 1012 участников боевых действий Афганистана и Чечни. В рамках муниципальной программы социальной поддержки населения, семи инвалидам и восьмерым мамам, к сожалению, погибшим нашим солдатам, оказывается финансовая помощь. Сегодня мы видим, что дополнительная социальная поддержка уже оказывается и со стороны наших инвесторов, депутатов. Планируется, что ремонт в квартире Рафиса Сахипова завершится в течение двух недель. А в День защитника Отечества он отметит новоселье. Эльмира Гаинюдинова, Ленар Султанов, Новости, Челнэ ТВ. В одном из торговых центров города впервые открылась молельная комната. Теперь мусульмане смогут совершать намаз, не покидая магазин. Молельная комната появилась по просьбе работников. Моя коллега Лилия Гатина побывала на открытие. Комната площадью 30 квадратных метров расположена на первом этаже основного здания торгового центра. В помещении сделали ремонт, постелили ковролин и большой ковер. Также для верующих мусульман предусмотрели отдельное место для омовения рук и ног. Слушаю зов души и пожелания наших предпринимателей. Решили выделить вот это помещение для молельной комнаты. Приспособили, воду провели, все провели, все по обычаю, как положено, все у нас есть. Рядом с торговым центром расположен рынок. Там работают много приезжих из мусульманских стран. Раньше им приходилось совершать намаз в других местах. Теперь они могут спокойно отлучиться на несколько минут и посетить молельную комнату. Стоит отметить, что мусульманам предписан ежедневный пятикратный намаз в строго отведенное время. Мы выполняем приказ Аллаха намаз совершать. Вот те люди, которые намаз читают, их не первые мысли всегда такой мысль, где я буду намаз читать. Куда бы они не устраивались на работу, завод или куда-нибудь, они спрашивают, а у вас тут есть место, где намаз читать. Потому что это самый важный вопрос для мусульман. Молельные комнаты в крупных торговых центрах города планировали открыть еще несколько лет назад. С подобным предложением челнинским бизнесменам выходили представители Духовного управления мусульман Татарстана и Ассоциации предпринимателей мусульман. По их словам, наличие молельной комнаты в магазинах может не только повысить посещаемость, но и позволит верующим совмещать покупки с молитвами. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, Новости Челны ТВ. Качественно не значит дорого. В набережные Челны снова приехала белорусская ярмарка. На ней можно приобрести товары для дома, выгодно обновить гардероб и побаловать себя вкусной свежей продукцией от белорусских производителей. Полепевшаяся уже челнинцем белорусская ярмарка разместилась на площади возле Дворца культуры КамАЗ. Изюминка белорусской продукции является то, что все изготавливается по советским рецептам и главное по госту, говорят продавцы. Очень вкусное сало. Выращенное оно на натуральном сырье. Также у нас представлена продукция брестского мясокомбината Гродно, Пинск. Очень большой выбор зефира. Делан на пектине, без сахара, мармелад тоже. Особым спросом у челнинцев пользуются сыры и колбасы, кондитерские изделия. Самое главное все свежее и натуральное. Здесь также представлен большой ассортимент одежды и текстиля от белорусских производителей. Я представляю белорусскую обувь. Повышенная комфортность. Разработана совместно с ортопедами. Ассортимент хороший. Я вон на рубашке с длинными руками посмотрела. Смотрите, какие клеточки красивые. Ярмарка нам очень нравится. Я каждый раз здесь покупаю. Белорусская ярмарка работает ежедневно с 9 утра до 7 часов вечера. Совершить покупки челнинцы могут до 19 февраля включительно. Это все, что мы хотели рассказать вам сегодня. Далее вас ожидает прогноз погоды. Сразу после него новости на татарском языке. В студии работала Елена Камалова. До встречи на нашем канале.